17 января в Хасанской центральной районной больнице с нетерпением ждали скорую воздушную помощь. Одному из пациентов было нужно специализированное лечение, которое мы могли оказать только во Владивостоке. Данный больной нуждается в специализированном лечении, а именно в нахождении в отделении таракальной хирургии города Владивостока, так как те оперативные вмешательства и лечения на данном уровне мы не можем выполнить, так как больница у нас не такого все-таки уровня, как город, поэтому он нуждается в транспортировке. Наша задача на месте стабилизировать больного, привести его все функции организма на должный уровень, подготовить, грубо говоря, больного к перелету. У самого пациента готовность к перелету стопроцентная. Мысль о скором выздоровлении перекрывала возможный страх перед полетом. Да нет, а что страшного-то? Это вообще нужно такую структуру развивать, потому что случаи-то разные бывают, где-то экстренные, поэтому я считаю, что только за. Медицинские вертолеты поднялись в воздух в начале прошлого года, и с тех пор только из Хасанского района вертолетом в краевой центр было переправлено 10 пациентов. И это несмотря на то, что в первое время оборудованного места для посадки санитарного борта в Славянке не было. Но осенью руководству больницы с помощью районной администрации удалось построить новую вертолетную площадку. Качество посадочного места пилоты оценивают положительно. Практически идеальное, мне нравится. Условия подхода хорошие. Со стороны больницы можно зайти со стороны самой Славянки. Но здесь небольшая сопочка, и то вертолет позволяет сесть. Вертолеты санитарной авиации могут садиться практически на любую поверхность – от дороги до лесной опушки. Ведь их главное предназначение – спасение людей в труднодоступных местах. 1 января многие слышали, что в Пластуне была авария автомобильная, вывозил молодого человека в коме. 2 января ребенка привез, ошпарился кипятком, мама не уследила. 3 января инфарктник, 4 января северов со светлой. Ну, видать, побили человека, и человека полностью парализовало. Оборудованная площадка для посадки – это дополнительный комфорт не только для пилота, но также для медиков и самих пациентов. Ведь даже в небе пилоты стараются обеспечить больному человеку комфортное перемещение. Чисто по-человечески везем очень аккуратно, чтобы больной не испытывал дискомфорт. Поэтому вертолет позволяет, машина очень хорошая, я вам так скажу. Во всех условиях летает и себя показывает с лучшей стороны. Операция по транспортировке пациента Хасанской ЦРБ в краевое лечебное учреждение прошла успешно. Идеальная для полетов погода позволила преодолеть путь от Славянки до Владивостока всего за 25 минут. А в случаях, когда счет идет на минуты, такая скорость оказания помощи может действительно спасти много жизней. Юлия Ульянова, Олег Кудинов. Новости Славянки.